Вот по ипотеке, конечно, какие-то проблемы могут быть, но мы разработали, допустим, альтернативу «Жилищный кооператив». И сейчас она очень активизировалась. Это своего рода рассрочка, только не на год, а до 10 лет. Это же такое, да? Да, это наш собственный инструмент, да. То есть сейчас он пользуется огромной популярностью, потому что понятно, что по 20% людей не хотят брать ипотеку. Но заморозка строек будет в 2015-м, нет? Ну, я говорю, у тех, у кого много кредитов, и если у них не будет продаж, безусловно, может быть. Запланировано, да, что раз, грубо говоря, в два месяца мы начинаем в первом полугодии запускать новые продажи по новому объекту. То есть сначала одни, вторые, третьи. И получается, что открываются продажи, появляются в новом районе хорошие однушки, некий подъем, потом стихание. И, значит, следующие уже начинаются в совсем другом районе продажи. То есть мы прогнозируем, что первые полгода мы проходим все хорошо. Что будет дальше, это больше зависит, к сожалению, не от нас. Но банки кредитуют по-прежнему? Если говорить про компанию, компания вообще не пользуется кредитами. А не пользуется, да? Да, компания в среде строя не пользуется кредитами. Мелким будет все хуже и хуже, большим, большие, мне кажется, даже выиграют. Да, а чаще всего он будет выиграть те, кто использует по максимуму правильную бизнес-технологию. Что делает Унистрой? Честь и хвала, вопросов нет. Да, а те, кто как сидели и сидели и ждать, что они ждут, когда к ним придут клиенты, это отмирающе. Мы видим даже по статистике сайта, допустим, количество обращений уменьшается, уменьшается, уменьшается. То есть каждым днем оно как-то вот так на не спадающий идет. То есть уже видно, что спросом пользуется эконом-жилье. Оно так и будет, скорее всего. То есть люди, они как вкладывали, инвестировали, так они должны инвестировать. Вообще объективные причины для падения квадратного метра есть. Почему? То есть у нас два вида покупателей. Первое, это инвесторы, причем те, которые покупают на 16 лет вперед, это тоже инвесторы, просто это долгосрочные инвесторы. И есть те, которые объективно покупают для улучшения жилищных условий. Вот та группа, которая покупает для объективного расширения или изменения жилищных условий, эта группа практически, если не будет решена проблема с ипотекой, она уйдет. Почему? То есть если мы смотрим даже сайта ИЖК, потому что это, можно сказать, один из основных операторов, то и берем аналогию с 2008, 2007, 2009 и 2010 годом, то в период кризиса и количество ипотечных сделок уменьшилось, объем выданных средств уменьшился в 6 раз. В 6 раз уменьшился. То есть если мы даже на сайт ИЖК зайдем. То есть это первое. Второе. Уже ряд предприятий, и это информация, доступные даже ведущие банки, заявили о том, что будет сокращение. То есть предприятия уже прогнозируют, что им дешевле заплатить все, согласно Трудового кодекса, поместить издержки, но сократить сотрудников. То есть год прогнозируют тяжелый, и массовая безработица будет. То есть платежеспособность населения будет падать. Малый бизнес, мы смотрим по освобождению коммерческой недвижимости, уменьшает свои издержки. И очень много предложений по аренде. Соответственно, объективные клиенты, они с рынка уйдут. Если сейчас не изменится ситуация экономическая, и не изменится ситуация с процентной ставкой. Все, то есть... Да, я думаю, что она на самом деле... Да, то есть поэтому нужно объективно смотреть, что эта группа у нас уйдет. На кого мы можем рассчитывать? Мы можем рассчитывать на инвесторов, которые перешли к нам с валютного рынка, с рынка ценных бумаг, да, вложили в акции, ой, вложили в валюту, и вследствие какого-то, ну, как сказать, внешнего фактора, если они почувствуют, что все-таки валюта достигла своего максимума, и есть тенденция к падению, они, получив максимальный кэш, уйдут на недвижимость. Да, кратковременно, это краткосрочно, это спасет 2015 год. Все равно они потом выкинут эту недвижимость на рынок, да, и как бы будет больше предложений. Но за 2015 год, если будет такая ситуация, мы сможем продержаться. Теперь, почему... То есть она держит на валютных спекулянтов. На самом деле, на валютных спекулянтов, которые придут на рынок недвижимость. За счет них мы можем продержать. Это как бы внутренний фактор. Теперь внешний фактор. То есть, если стоимость квадратного метра упадет, это на самом деле невыгодно никому. И когда там наше правительство говорит, что мы там за 30 тысяч за квадратный метр, это, наверное, не так, потому что, в принципе, банковская система, она может рухнуть, потому что предмет залога – это квартира, и она не должна подешеветь цене, потому что это как карточный домик, на самом деле, достаточно большие последствия. Поэтому, если будут какие-то программы со стороны государства в качестве военной ипотеки, в качестве материнского капитала увеличения и запрета его обналичивания как такового, потому что реальных сделок по материнскому капиталу немного, то это может, опять же, продержать рынок недвижимости, его спасти и спасти банки, и, следовательно, какой-то уже реальный сектор экономики. Поэтому я считаю, что рынок будут все-таки сдерживать, потому что его обвал никому не нужен, но объективных причин для повышения точно нет, даже в рамках инфляции, ну, наверное, гиперинфляции, мы скажем, ну, правильно будет так сказать, да? То есть для повышения никаких нет, рухнуть не должны дать, по крайней мере, в 2015 году, вот, просто сократиться. Обманутых дочеков будет много, наверное, это недостаток средств скажется летом, потому что сейчас могут и на погодные условия, и на какие-то кризисные переменные, потому что объективных кредитных средств банков для строительства нет, Искандер сказал, что там нужно выйти с котлована, нет, еще больше уже сточили, ты должен быть на уже финальной степени готовности, то есть ты уже не каркас, а уже 80%, все, по-другому уже ипотеку не дадут. Не ипотеку, а... И ипотеку, и тебя не аккредитуют, нет, все основные банки все ужесточили, то есть если вы придете сейчас в любой банк с аккредитацией, как второго пакета документов застройщика, да, если у вас нет 80%, то есть банки уже прогнозируют, что стройки будут установлены, и риски вызывают. Это вот... Это ВТБ. Это и ВТБ, и СБЕР тоже, если не аккредитованные, смотрите, реальные сделки, по которым вы вышли. Если нет участия банка в этом строительстве, как инвестора непосредственно. По поводу вообще на рынке, каким образом будут ли остановки строительства, здесь, наверное, уже стоит говорить даже не столько о девелоперах, о том, как сами строительные организации будут себя вести. То есть, с одной стороны, вот я начинал развивать мысль, что дорожают стройматериалы, все равно это в значительной части часто используются импортные какие-то составляющие. Однозначно, инфляционно стоимость строительства, она повышается. Будет ли это отражаться на конечной стоимости жилья? Наверное, все будут пытаться, находясь в рынке и конкурируя, при снижающемся платежеспособном спросе, сделать наиболее привлекательное предложение и действительно усилится конкуренция между застройщиками, усилится вывод каких-то, возможно, маркетинговых программ. То есть, застройщики будут идти, ну, вот как Унистрой уже сказал, что у них рассматривается рассрочка в виде кооперативов, да. То есть, возможно, будут такие схемы прорабатываться. Мы рассматриваем в том числе также предоставление рассрочек уже непосредственно от застройщика, то есть на платной основе. Те проекты, которые в активной фазе находятся, да, мы строим. А новые не будете начинать, да? Понимаете, у нас сейчас такой период, когда нет необходимости новые начинать. Мы просто не будем ускорять, мы дадим проектировщикам спокойно сделать свою работу, изучим еще детально эти проекты, поправим. А потом, когда минует кризис, спокойно выйдя на рынок с разрешительной документацией, и тот отложенный спрос, который рынок сформирует в 2015 году, он как раз, я думаю, там, ну, может быть, в середине, после середины 2016 года мы его увидим. Ну, прогноз на 15-е количество, общее количество сделок, я считаю, останется примерно таким же, как и в предыдущие годы на рынке недвижимости. У застройщиков количество сделок упадет, ну, по годы, по моим оценкам, процентов на 15-20. Это что упадет? У застройщиков, продажа у застройщиков. То есть рынок просеет на 15-20%. У застройщиков. У застройщиков. А в общей количестве продажа нет, да? А вторичка между собой, вот эти инвестиционные квартиры. Ну, люди все равно переезжают и хотят постоянно улучшить свои условия. Ну, и если кризис, заниматься нечем, что делать с жизнью лучше? Продолжение следует...